Друзья, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как придумать крутое название для ресторана, точнее для ресторанной сети, чтобы название было международное и независимо от того, на каком языке человек разговаривает, сразу понял, а какой этот ресторан, какой кухни, какого уровня, и у него сразу сложилось правильное впечатление. Чтобы было более понятно, я вам расскажу о конкретном примере наших клиентов. Итак, смотрим презентацию. В качестве примера я возьму Yotta, Sushi & Vogue. Этот проект мы сделали несколько лет назад для наших клиентов из Турции. И несмотря на то, что полностью брендбук разработан нами, можете знать, что в Турции бывает очень много немцев, наших, русскоязычных, и много англичан, ну и разных народов, которые кто-то говорит на английском, кто-то нет, сами турки могут говорить на английском или нет. Независимо от этого, человек должен сразу понять с логотипа, что это японский ресторан и на среднем уровне. Я обычно, когда показываю логотип, говорю, соответственно, прочитай название, вот, и человек читает Yotta, к какому уровню оно относится. Это дешевый уровень, средний уровень или премиальный уровень? Ну, понятно, что этот логотип это среднего уровня, соответственно, у гостей не должно сложиться впечатление, что это очень дорогое заведение. И давайте теперь расскажу вам, как появился это слово Yotta, потому что на японском языке такого слова нет, но многие, кто прочитал это название, точнее 100% кто прочитал это название, это говорит, это японский ресторан. Почему у людей складывается именно такое впечатление? Я сейчас вам расскажу, откуда появился это слово. Когда мы придумываем название, мы берем уже название, которое ранее у головах людей уже существует. Любому человеку спросишь, что ты знаешь японского, он скажет сразу Toyota. Это был один из первых референсов, название, из которого мы складывали это название. То-ё-то. Соответственно, обратите внимание, что то-ё-то. Это был первый референс. Toyota это не дешевый, не дорогой автомобиль, это средний уровень автомобиль. И, соответственно, она воспринимается так же. И абсолютно подходит под нашу целевую аудиторию. И это первое. Второе, это Tokyo. Слово Tokyo. Вот представьте себе, почему мы берем такие названия. Потому что компания Toyota уже миллиарды долларов потратила для того, чтобы его название знали все. Чтобы знали все, что это японский производитель автомобилей, самый надежный. У них там репутация на рынке, да, качественные автомобили. Поэтому, соответственно, мы из этих слов сочетаем новое слово и придумываем международное название. Также, что столица Японии это Tokyo. Многие знают. И, соответственно, у человека сразу вызывают ассоциации. Из этих мы составили, соответственно, логотип. Мы написали sushi and fog для того, чтобы еще более уточнить, что мы тут там как бы готовим. И создали именно вот такой вот логотип. В этом листе я вам показываю, из каких частей состоит этот логотип. Соответственно, мы собрали четыре самых знаменитых элемента логотипа. И из него создали как бы один уникальный логотип для этого ресторана. Вы можете поставить на паузу видео и прочитать описание нашего логотипа. Я вам не могу показать все листы на этого брендбука, так как это закрытый документ нашего клиента. Я вам только могу показать то, что вы так и так, приезжая, например, в Турцию, можете увидеть паттерны и другие элементы, которые в видном месте. А остальное мы просто пропустим. Это у нас паттерны. Она используется в пергаментах, она используется в интерьере. Это документация. Каким образом должно оформляться все документы в компании. Пакеты. Как должны выглядеть, если мы будем печатать крафтовый пакет. Как должны выглядеть, если у нас будет такой белый обычный пакет. Это наша термосумка. Термосумка также второй его вид. Дальше это наши стаканчики. Соответственно, это боксы для доставки блюд. И обратите внимание, тут очень важно. Задайте себе вопрос. Как вам кажется, здесь эти блюда, которые в боксах, они качественные или они некачественные? Вызывают у вас доверие или нет? Вы бы купили это или нет? Если любите японскую кухню или лапшу, я уверен, что ваш ответ будет да, что тут еда качественная. Хотя вы вообще никогда не пробовали эту еду. С этим я вам хочу сказать, что люди сразу делают вывод о том, о качестве вашей еды, посмотрев только вашу упаковку. Даже его не попробовав. Поэтому очень важно, чтобы у вас было очень хорошее название и правильный сделанный брендбук. Если вы сделали правильный брендбук, это огромный шаг к успеху. Потому что люди сразу смотрят и покупают глазами. Если даже человек не покупает у вас глазами, вы теряете больше 50% выручки сразу после открытия. Это огромные потери для ресторана. Только потому что вы не задумывались вначале по поводу упаковки. А для этих многих людей это важно. Приведу такой даже жесткий пример. Если, например, девушка за собой не ухаживает, вообще люди не хотят с ним познакомиться. И этот человек менее привлекательен. Хотя она может быть в душе прекрасным человеком. Вот это то, что она за собой не ухаживает, это будет препятствие того, чтобы она была востребована. А если девушка за собой как бы ухаживает, уже люди больше к этому человеку тянутся. К еде то же самое. Сначала, и вот вы в любом случае должны сделать качественную еду. Но если ваша упаковка, она плохого качества или она выглядит неправильно, то, соответственно, она не будет пользоваться популярностью. В любом случае нам, вообще всем людям, нужно сначала привлекательный вид. Мы уже вывод делаем, какая там еда. И потом, пробуя еду, подтверждаем то, что у нас в голове. Или говорим о том, что нет, там мы попробовали, внутри там была некачественная еда. Или вы говорите, да, это крутая, вообще очень вкусная еда. Поэтому упаковка это очень важная часть для ресторана. Для создания вообще в голове человека, насколько вы качественно работаете. Дальше. Это соевый соус, палочки, васаби, жвачки и салфетки. Также я вам расскажу, ну, жубочистки, все это брендированное. Бывает очень часто так, когда мы домой заказываем доставку, моя жена говорит, давай закажем доставку из чиханы, например. Я спрашиваю, почему? Потому что она говорит, что чихана кладет жвачки, а остальные нет. Вот представьте себе, стоимость жвачки брендированной 1 рубль или 1 рубль 20 одной брендированной жвачки. И она является определяющим, когда человек делает заказ. Потому что у кого-то это есть, у кого-то его нет. И это имеет решающее значение, почему люди заказывают доставку. Дальше меню доставки, как она должна выглядеть. Дальше меню в зале, как она должна выглядеть. Меню в ОГА. Здесь роллы. Вот здесь как должна выглядеть уличная реклама. Дальше это реклама в бизнес-центрах, в холлах или переходах. Соответственно, где вы можете поставить, соответственно, вашу рекламу. Дальше мобильное приложение. Тейбл тенды на столы. Сайты. Как должен выглядеть фасад. Как должен выглядеть внутри. Как мы используем логотип. И вот это паттерн, который я вам сказал, нанесенный на стену. Плюс это фудкорде, как должен выглядеть. Форма персонала. Бейджики. Соответственно, нанесенный логотип в форме поваров. Как должна выглядеть, соответственно, фирменный велосипед и термосумка с нашим доставщиком. И вот наш мопед для доставки. Также автомобиль для доставки. И вот в целом, вот она, конец брендбука. Этот документ называется брендбук. И это делается для, по сути, всех ресторанов. И сетевых, и не сетевых. Это позволяет профессионально начать работу и привлечь людей к ваше заведение с первых дней максимально. И очень хорошо помогает вам увеличивать выручки. Многие люди не знают, что мы от начала до конца разрабатываем брендбук. Придумываем название, придумываем концепцию. Если вы об этом не знали, теперь уж знайте. И дальше я на видео буду рассказывать вам, каким образом, какие еще методы есть для того, чтобы придумывать название, исходя из концепции. И буду вам объяснять, как мы это делаем. И буду показывать вам реальные примеры готовых документов, готовых брендбук, которые вы можете посмотреть заранее. И это все делается заранее, когда проект только рождается. Если у вас уже есть какой-то ресторан, ничего страшного, можно сделать ребрендинг, реконцепцию и выходить уже совершенно на новый уровень. С вами был iBekXO. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, потому что я дальше буду рассказывать еще другие варианты придумывания названия. До встречи!